привет друзья сегодня довольно необычное мое послание потому что сегодня до полуночи до ночи до раннего утра засетает украинский парламент во главе самых умных и талантливых людей которые решат принимает бюджет украины у всех чешутся головы все большие бизнесмены все очень крутые бизнесмен и думает как составить бюджет составить бюджет это одно дело но его нужно наполнить и реально наполнить поэтому я предлагаю вашему вниманию владимиру зеленскому и его ударной команде как бы я вас не называл ласковыми словами но я все равно вас люблю и уважаю потому что вы готовите этот проект а я вам предлагаю свое свое видение свой проект который поможет вам наполнить бюджет стать очень успешными он называется 7 45 в конце объясню почему называется 7 45 так вот для того что нужно для того чтобы наполнить бюджет для того чтобы его предложить тем которые вам дадут деньги или не дадут деньги вы должны запомнить одно бюджет наполняется прежде всего с поступающих в казну налогов как эти налоги снимать когда никто не хочет платить денег ни таможня нету денег взять нет откуда-то на зарплату нужно платить бюджетникам нужно 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 и все время в украине нету денег но не забывайте друзья за рубежом находится около 20 миллионов сограждан которые оставшимся своим членам семьи родственникам высылают какие-то деньги это огромнейшее поступление при том при всем что экономика наша разбомблена плюс ко всему украина находится на важном стратегическом перекрестке между востоком и между западом все транзитные пути в огромном количестве лежат через территории украины но беда вруют все и в основном в систему воровства включены все таможенники этой сигареты этой алкоголь этой автомобиле это акцизные не акцизные товары золото бриллианты и прочее 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 говорить можно долго но я сегодня постараюсь быть кратким чтобы не отнимать ваше драться на и время для этого почему 7 45 7 процентов уплачивают в казну налогов люди свыше полученной заработной платы чистой минус расходы которые занимаются маленьким частным бизнесом это до трех человек семейный бизнес то есть они уплачивают в казну маленькие фирмочки 7 процентов так называемая ндс теперь 45 45 процентов уплачивают крупные фирмы товароборот которых составляет от 100 тысяч долларов и выше то есть если чистый доход фирмы чистый доход за минусом зарплат составляет 100 тысяч долларов значит такая фирма платит своеобразный ндс 45 процентов вы мне скажете да никто же не будет платить а я вам говорю будут платить так вот зарплата минимальная с которой будет уплачиваться налог в казну и точно также пенсия по одной минимальной зарплате должен составлять из расчета одной тысячи долларов одна тысяча долларов это минимальная заработная плата и соответственно пенсионное минимальное обеспечение вы скажете да мы не можем такие деньги платить так вот представьте если всего лишь 7 процентов с людей в пенсионный фонд будет поступать с тысячи долларов это уже наполнение бюджета получил человек пенсию тысячу долларов уплатил 7 процентов получил человек зарплату тысячу долларов получил 7 процентов а вот если суммарная зарплата за год будет превышать допустим 15 тысяч долларов человек уже будет платить в бюджет 45 процентов это в пенсионный вход то есть при каждом движении денег человек должен платить такие налоги минимальная зарплата тысячу долларов теперь для государственных чиновников которые занимают важные государственные посты это прежде всего инспекторат таможни это налоговики это бюджетники это учителя большинству из них в зависимости от срока работы на своей должности заработная плата будет начисляться от тысячи долларов и выше допустим среднее звено бюджетников должно получать из расчета 3000 долларов по текущему курсу старшие на начальники смен таможни корабли начальники самолетов получают начальники командиры самолетов допустим получают 5000 долларов народный депутат получать 20000 долларов но из 20000 долларов все это говорится из расчета 20000 долларов в месяц он будет платить в доход государства в пенсионный фонд 45 процентов ежемесячно в автоматическом режиме почему это я вам говорю нужно остановить любые коррупционные схемы для того чтобы не выгодно было участвовать в этих коррупционных схемах для этого люди должны получать до стойную зарплату теперь ценообразование на продуктов питания устанавливает государство а у нас на украине я могу сказать а сижу я высоко и гляжу далеко уровень цен такой же как в европейских странах а зарплата маленькая если вы хотите убедить международный валютный фонд дать вам 10 триллионов 100 триллионов вы должны помнить у вас должны быть ресурсы платить откуда-то эти деньги так вот если вы установите минимальную зарплату и минимальную пенсию из расчета тысяч долларов вам легче будет наполнять бюджет вы таким образом сократите коррупцию и таким образом вам легче будет отдать деньги международному валютному фонду если международный валют фонд не соглашается с таким вы включаете станок и из этого расчета печатайте деньги из расчета выше указанных зарплат это я вам даю базовую скелетную форму для того чтобы вы могли наполнять бюджет потому что из наполнения бюджета и строятся все ваши долговые обязательства теперь по поводу транзита транспорта иностранных государств через территории украины это должна быть определенная сумма денег и если товар исчезает эта сумма денег остается в бюджете все транзиты газа все транзиты электроэнергии любой транзит через украину должен оплачиваться и поступать в бюджет при высоких зарплатах и если контрольная служба ловит чиновника на взятки значит он лишается пенсионного обеспечения своей зарплаты естественно теряется работ и вносится в национальную базу данных как вор и коррупционер которому оторвало голову в силу своей дурости или оторвало яйца в силу недальновидности почухал на парламенте какая разница это в общих чертах та схема которую я вам предлагаю и это я думаю самый оптимальный вариант если у вас возникают дополнительные вопросы задавайте готов вам ответить сижу высоко гляжу далеко с вами канал конпери константин а